Тверской технический университет отметил 12 января очень круглую дату. Именно в этот день, ровно 100 лет назад, был основан Московский Торфяной институт. Именно он после перевода в Калинин и стал впоследствии знаменитым далеко за пределами Верхневолжья Политеха. Ректор вуза Андрей Твардовский дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Начиная с 12 января 1922 года, Московский Торфяной институт функционировал в составе Сельхозакадемии имени Тимирязева, а затем в Московской горной академии. В 1930 году он стал отдельным вузом, который в 1958-м перевели в Калинин. Здесь были очень большие запасы Торфяной. Это был основной топливный источник в то время. Поэтому, конечно, имело смысл перевести этот институт к нам в Калинин, для того, чтобы более интенсивно вели здесь работы, были специалисты. В 1972-м Калининский Торфяной был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. К этому времени здесь появилось довольно много новых специальностей. Поэтому вуз реорганизовали в Политехнический институт. В 1994 году он получил статус университета, в котором функционирует и по сей день. Сейчас тут на семи факультетах учатся около 6 тысяч студентов. Подготовка ведется по очень большому спектру направлений. Это 30 направлений бакалавриата, 5 специальностей, 23 направления подготовки магистров, 16 направлений подготовки аспирантов. Важным событием в наступившем году станет открытие военного учебного центра, который нельзя назвать точной копией прежней военной кафедры. Хотя бы потому, что здесь теперь будут готовить не артиллерийских офицеров, а операторов-беспилотников. И не только. Так что без хороших знаний IT-технологий студенты не смогут обойтись. Будем вести подготовку. Пока солдат и сержантов запаса, заказчиками являются воздушно-космические силы. Вообще у нас IT-кластер очень сильно развит в нашем университете. Куда входит НИИ-2 и Академия. Мы с Москвой очень интенсивно работаем. К слову говоря, результаты профессиональной работы вуза заметны и на международном уровне. На протяжении последних лет ТВГТУ входит в целый ряд престижных зарубежных рейтингов, где занимает достойные позиции. Неудивительно, что среди иностранных студентов здесь можно встретить не только представителей привычных уже Африки и Азии, но и таких стран, как Израиль и даже США. Продолжение следует...